Как важно, чтобы в начале своего пути будущий предприниматель имел поддержку. По статистике, отсутствие именно этого критерия становится камнем преткновения для тех, кто имеет идею и горящие глаза. Именно для таких людей уже не один год в столице организуется проект «Бизнес-пробуждение». Как правило, жители регионов приезжают в Минск на большие встречи. В этот же раз сами организаторы приехали в Брест, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с аудиторией, поделиться знаниями и опытом в реализации своих желаний и задумок. Мы видим, что спрос на это точно есть, и есть у людей запрос на новые знания, новые инструменты для того, чтобы делать свой бизнес еще лучше. Запросы людей и, в принципе, люди, которые приходят, они абсолютно сильно могут отличаться друг от друга, как по возрасту, по социальному статусу, по роду деятельности. Но мы все-таки по большой своей части ориентируемся на предпринимателей или людей с предпринимательскими амбициями. То есть тех, у кого уже есть свой бизнес, мы хотим, чтобы люди, которые приезжают к нам выступать на наши мероприятия, помогали предпринимателям как-то по ступенечкам идти выше-выше, расти и развивать свой бизнес, делать себя более качественно. Как правило, на такие образовательные встречи люди идут с конкретными планами и целями. Либо они уже начали свое дело и имеют сложности в работе, либо имеют идею и желание, а ищут формы реализации. Например, семья Бегеза. Екатерина и Сергей давно мечтают открыть свой магазин. Я очень много менял в своей жизни работу. И вывод один сделал, что постоянно менять ничего не решают. То есть, слава богу, каждая работа что-то мне откладывала, какие-то мысли свои. И в итоге я сделал вывод, что нужно заняться что-то своим. Ну, так как мне сейчас уже 32 года, и у меня трое детей и семья, дом строим, то есть планов очень много. И справиться со всеми мыслями очень тяжело. Пример Сергея и Екатерины не единственный, ведь каждый заинтересован иметь не только стабильный доход, но и дело, которому отдаешься с любовью. К слову, для брещан организаторы бизнес-пробуждения подготовили сюрприз. В день встречи через Инстаграм они провели необычный розыгрыш билетов на посещение большой бизнес-конференции, которая пройдет в Минске. Мы упаковали в конверт билет на нашу конференцию и обратились к ребятам, которые здесь в Бресте организуют квесты для предпринимателей в том числе. И разместили его в секретном месте у себя в сторис, параллельно рассказывали о том, где его искать, какие-то подсказки давали. Самое удивительное, что ребята нашли этот билет в течение буквально минут 30, наверное. У нас там был отдельный человек, который наблюдал за тем, что там происходит, люди, которые там ходят, ищут, как они это делают. И буквально за 30 минут люди нашли очень быстро. У всех желающих еще есть шанс стать участником крупнейшего бизнес-события, так что следите за афишами.